Ежегодно на турнир съезжаются 12 команд. Состав участников меняется. Например, в этот год Нижнекамск принял спортсменов из Уфы, Ижевска и других городов. Впервые приехали представители Самары. Нефтехимик считался одним из фаворитов. Все показались за эти дни достойны игру. Желаю не отчаиваться тем, кто не занял первое место. Впереди еще много турниров, есть куда расти, есть к чему стремиться. Все молодцы, всем успехов. В 5-6 играх Нефтехимик стал победителем. Дело шло к чемпионству. В финале нижнекамцев встретились с игроками Дюсса-Шавахитовского района. Судьбу главной игры решила серия пенальти. Серебро у нижнекамцев. Награждается команда футбольного клуба Нефтехимик, город Нижнекамск. В золото второй год подряд отправилась в Казань. Ну а лучшим игроком турнира стал воспитанник нижнекамской школы футбола. Не хватило, наверное, реализации. И в пенальти повезло просто некоторым. Кто-то, может, этот страх какой-то. И ошибся, может, кто-то. Команда хорошая. Я не могу сказать, что и мы плохо сыграли. Игра равная была. В пенальти это такое дело, это лотерея. Лотерея. Им повезло больше. Мы дважды в штангу попали. А не один раз. Турнир для нас был очень тяжелый. Тяжелый. Хоть, кажется, удачно все получалось, но на самом деле каждая игра давалась очень тяжело. И финальная игра мы знали, что будет очень тяжело. Настраивались на нее. Турнир завершен. Уже 34 года он сводит нижнекамских юных спортсменов, многие из которых в дальнейшем с футболом связывают свою жизнь. И главное тут не места, а бесценный игровой опыт. В следующем году на этом поле встретятся уже совсем другие команды. Новые лица, новые спортсмены и новые достижения. Новые чемпионы.